ой вот сегодня такая тема что мне прям знаете я сама себя ненавижу когда слушаешь советы которые тобой не проверены ты всегда окажешься в минусе я стою в тепличке помните да где у нас росла ключевое слово росла прошедшем времени земляника садовая крупноплодная ремонтантная королева елизавета вторая не просто королева елизавета вторая уникально она с одного квадратного метра может дать и знаете ли три ведерко ягоды но я поступила ну знаете послушав совета наших замечательных советчиков и вот эти замечательные советчики когда я спросила все-таки вот муравьи замучили рыжие они строят какие-то башни прямо около ягоды они съедают подъедают и ягоды и листья все что угодно и мне дали совет говорит вы пшеном посыпьте и они все исчезнут и представьте себе дура я старая я посыпала пшеном и знаете что произошло а произошло страшное она вся покрылась плесенью и земля и листья и ягоды я испортила все потом я все убрала все разгребла а муравьи то не исчезли от этого пшена не делайте так никогда под страхом блин не знаю моих ругательств даже я бы сказала но а в итоге она была значит засыпана снегом снега было вот прям вот по это место но это ничего не дало она настолько была ослаблена после моих манипуляций и после того как муравьи ее посетили они ее просто узнаете такую башню строят и съедает все внутри но я думала что розеточки отросли вроде серединки и вроде как все стало нормально посмотрите как стало нормально это же зрелище просто печально один если кустик вон там найдется которая на что-то похожа ну так его и будем культивировать видимо все лето теперь придется покупать здесь наверное штук 40 понадобится чтобы восстановить эту королеву и завету вторую а это деньги немалые знаете как жаба давит квакает просто внутри посмотрите что здесь происходит это какой-то ужас это вообще в какую-то форму приняла дикость и какой-то невероятный у меня слов нет одни только междометия ну что это за листики такие здесь столько подкормок значит это бахмутка значит это уже все дичка вот что произошло с моей елизаветы королевой второй я просто ненавижу себя за то что я послушала я никогда больше не буду вестись на такие советы теперь придется все это перекопать удалить все вот это больное сухое и снова купив посадить сюда ягоду значит так пшено для того чтобы избавиться от муравьев не годится ни в каком виде пожалуйста есть препарат очень хороший называется гром 2 вот да когда я его вмешала в поверхность земли по инструкции муравьи куда-то делись да что ж мне не хватило мозгов пойти в магазин и найти такое средство не хватило не делайте так пожалуйста ну все я потеряла ягодник понимаете конечно бывает и на старуху проруха а что теперь делать с этой киплицей для нее специально сшит чехол вот не слушайте таких советов посмотрите на мою печальную физиономию видите хоть плачь ну дело сделано и жалеть тут не о чем как говорят турки отрубая голову не тому кому надо вот это мне надо было сделать ну я больше ничего сказать не могу у меня просто слов нет я куплю новую и все это отсажу либо какую-то другую но и завета вторая королева завета вторая так она правильно называется она просто уникальна огромные ягоды душистые и сладкие плодоносят все лето причем ее первый урожай 30 процентов а ее поздний урожай почему теплица потому что она в сентябре месяце дала несколько ведер вот таких вот ягод я больше ничего не буду говорить все пока